МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня теннис является одним из самых любимых и популярных видов спорта, который насчитывает миллионы поклонников по всему миру. Зрелищность турниров собирает на трибунах и возле экранов телевизоров болельщиков, которые и сами не прочь научиться играть в теннис. Раньше данный вид спорта считался аристократическим, в него играли только богатые люди. Но сейчас таких ограничений не существует, и все могут научиться играть в этот вид спорта. Главное – знать некоторые правила, о которых мы и поговорим сегодня. Привет, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Молодежь лайф». Теннис или большой теннис – это такой вид спорта, где соперничают два игрока. Задача соперника сделать так – отправить этот мяч на сторону соперника, таким образом, чтобы он не смог его отбить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отбегаем, отмечаем, подходит. Смотрите, куда он летит. Скажите, пожалуйста, с чего вообще начинается подготовка, когда только приходят на данный вид спорта ученики? С чего все начинается? Ну, начинается… Чем хорош наш вид спорта – теннис, тем, что в него можно начинать в любом возрасте. И с самого раннего детства, и даже пенсионеры начинают приобщаться. Вот с самого раннего возраста – это какой? Ну, в наше время популярна ранняя специализация, так как, чтобы добиться каких-то результатов, нужно в любом случае лет 10 заниматься теннисом. Поэтому в связи с этим начинается 5-6 лет уже. С какими видами спорта схожешь вот теннис? Бадминтон, да, конечно, наверное? Конечно, бадминтон. В чем-то удары по технике, на гольф похожи. Ну, аккуратно. Настольный теннис, ну, отчасти, да, потому что… Ну, как бы все игровые виды спорта, они отличаются, что они играют с мячом. А так, это все-таки не дание спорта. Здесь нет прямого контакта с соперником, с соперником, как там, в баскетболе, футболе. А вот правило сложнее в большом теннисе, или же все-таки настольный? Ну, посложнее сейчас в большом теннисе, потому что там тоже есть сеты, но там мальчики 1, 2, 3, 4, там до 10 смена подачи тоже. А скажите, пожалуйста, для девчонок и мальчишек нагрузки одинаковы? Да, конечно. С самого раннего детства они даже бывают же период возраста, когда девочки превосходят мальчиков, более раннее развитие, поэтому они даже обыгрывают своих ровесников мальчиков, но все это лет до 16-17. Потом, как бы, половое созревание физически данных мальчиков превосходят девочек, и тут уже мальчики обгоняют девочек. В начале беседы вы сказали, что научиться играть в теннис, да, можно в любом возрасте, поэтому у меня тоже, наверное, есть шансы. Шансы есть у всех, было бы желание начать. Я хотела бы вот пару уроков тоже получить у вас. Хорошо, давайте вот тогда пойдемте к тренажеру подойдем. То есть для начала отзывы тенниса начинается с того, что все удары в теннисе делаются сбоку о себе. То есть если мы бьем туда, удар справа, мы берем, поворачиваемся этим боком, если удар слева, то этим боком. Это я вкратце говорю. Да. Хватка ракетки. Хватка, вот если вы положите ладоной на струны, едите сюда, хватаете ее, вот это как бы считается универсальной хваткой для удара справа. Ну, ракеточка такая у вас совсем для юных теннисистов. Ну, я же такое начинаю. Ну, это юный маленький. Поворачиваемся другим боком, делаем, отводим руку замах. То есть замах отводим не очень большой, да. Вот сделали замах. Бьем мы чуть впереди себя. Движение вот в момент удара должно быть у вас. А пол, да? Ну, вы сейчас, да, проще себя отпустите, потом попытайтесь ударить по нему. Как в том направлении. Просто надо руку довести до сюда, аккуратно. Так, да? Да, сад слуха, спокойно. Зачем этот тренажер хорош, что он возвращает мячи, и вы можете стоять, набивать свою стопейку. Можно мне, Саша? Да я вообще куда-то не в ту сторону пью. Так, да, сад слуха, спокойно. Вот она, радость, а ты. Влад, скажи, а ты давно уже играешь в Теннице? Ну, да. Сколько времени? Ну, я не знаю, но долго. Чем тебя привлекает именно данный вид спорта? Он очень интересный, хороший спорт. Ты всегда побеждаешь или есть проигрыши тоже? Ну, иногда есть. Ну, давай мы посмотрим, как ты играешь. Демонстрируй нам игру. Готов? Ладно. Давай. Уважаемые телезрители, если вы попали на тренировку, даже если случайно, вот этим ребятам нужно быть предельно осторожным, иначе можно получить мячом по голове. Это я, конечно, шучу. Сколько ты часов вот в день посвящаешь тренировкам? Ну, я хожу на тренировку в три. Сбираюсь. Ну, и тренируюсь. Каждый день тренируешься или нет? Да, каждый день, но на выходных нет. Ну, конечно, наверное, нежелательно пропускать тренировки, так как если пропустишь хотя бы одно занятие, то уже многое потеряешь. Как и в любом виде спорта, система должна быть. Каждый день по несколько часов, только тогда можешь добиться результата. Я хотела поговорить, да, о значении мячов, как их выбирают. Я смотрю разных цветов. Да, вот в наше время как бы придумала Международная Федерация разные виды мяча. То есть это для начинающих теннисистов. Это 5-7 лет. Они начинают такими красными мячами. Он наиболее большой, наиболее мягкий. По нему легче всего попадать. Это первый уровень знакомства с теннисом. Потом мы переходим на следующий уровень. Это 7-9 лет. То есть это уже оранжевый мяч, он более накачан. То есть прыгает чуть-чуть сильнее, выше. От обычного, по-моему, на 50% отличие идет. То есть это 7-9 лет занимается. Потом более высокий уровень переходит на 8-10 лет. Проводится различные соревнования этими разными мячами в Казахстане. То есть в Казахстане как нигде получило развитие вот этой именно уровней разных красных, оранжевых, зеленых. То есть зеленый мяч, он уже почти похож на обычный оранжевый, ой, не оранжевый, а желтый. Это уже взрослый мяч, которым играет дети от 10 лет и до самого... Вот он, правда, накачанный, да? Да, вот они выступают. А вот это уже помягче. Они по-разному накачали. Это вообще самый жесткий. Вот, да. А ракетки как выбирают? Вот эту ракетку у вас в руках тоже для... Начинающих? И 5-7-летних теннисистов и теннисисток. То есть вам дали ее как начинающим, да. И потом тоже есть вот 21 дюйм, 19... У вас, да, самая уже, наверное? У меня уже, да, взрослая, такая профессиональная, она тяжелее. А она, в принципе, да, она больше. Она и больше, и тяжелее. То есть она 320 грамм, а эта ракета где-то 200 грамм весит. Поэтому 100 грамм разницы, она в теннисе ощутима. Особенно детям. Победить. Мы, телезрители, для того, чтобы выбрать правильный мяч или ракетку, нужно знать некоторые правила, да? Сейчас мы вам предлагаем посмотреть рубрику «Это нужно знать». В любом виде спорта, то есть необходимо иметь как бы качественный инвентарь, то есть для ребенка. То есть взять обязательно нужны быть, чтобы очень хорошие кроссовки, то есть в теннисе специальная обувь есть. То есть в обычных кроссовках, то есть ребенку тяжело будет очень играть. Здесь, то есть, есть вот широкий выбор как бы ракеток, под каждый возраст твоей ракетки. То есть ракетку подбираются под возраст ребенка. То есть по его высоте, то есть сколько лет ему, как бы в каждой ракетке разный вес, то есть несколько грамм. Да, несколько грамм. Допустим, вот эта ракетка, она идет, они идут по размерам, то есть это ракетка 23, есть совсем маленькие, 17 лет. Под ребенка идет своя ракетка, то есть сразу профессиональная ракетка, он сыграть не сможет, то есть так. Профессиональная ракетка вот уже висит, то есть взрослая она. То есть вот эта ракетка, она уже идет для профессионального тенниса, то есть это уже как бы играют слишком взрослые. У нас сейчас тренируются взрослые дети, они уже профессиональными ракетками. То есть маленький ребенок не поднимет эту ракетку элементарно, то есть он не сможет с мячом ничего сделать. Касательно мячей ребенка, который приходит в теннисный центр к нам, он начинает играть с красного мяча. То есть у нас четыре подразделения мячей. Красный, оранжевый, зеленый и уже профессиональный желтый. То есть это уже профессиональный мяч желтый, который уже играют взрослые дети. Ребенок, который пришел, только мы его изучаем, обучаем. То есть красный мяч, он играет красным мячом. Постепенно, если мы видим, что он уже достигает каких-то возможностей на красный мяч, он уже переходит на оранжевый, то есть постепенно на зеленый. И там уже к 10-12 годам он переходит на профессиональный желтый мяч. Скажи, ты давно уже ходишь на теннис? Ну, 1 сентября, когда я была в 3-м классе. В 3-м классе? А сейчас в каком классе? Сейчас я в 4-м классе. А, год целый ходишь. И чему научилась за этот год? Ну, научилась подачу подавать. И как правильно подать подачу? Конечно, от подачи зависит многое, да? Ну, сначала надо мячик высоко кидать, а потом надо... Девочки, кидайте нам мячик. Покажи. О, камера, осторожно. Подача в разные квадраты идет. Вот, они начинают игру. Вот, первый квадрат. Вот, подачу надо делать. У диагональки надо попасть в квадраты. Все, первый. Попал, очко выиграл, все. Вторая. Она меняется. С каким мячом вы сейчас играете? В зеленый. Зеленый, да, в нячом? Что у вас не получается? Какими трудностями сталкиваетесь? Скажите, пожалуйста. Нас однажды научили вот так, но я вот так не... Орезанный удар, скажите. Да. Орезанный удар. Ага. Пока не получается, да? Да. А дома у вас кто-нибудь еще играет в танец? Да, сестренка моя. Ей сколько лет? Ей семь. Совсем маленькая еще. У нас тут семейные династии. У нас там семьи, полностью семьи играют. Пятеро детей, пятеро-шестеро бывают и полностью все. Вот все занимаются. Надо же. Ну, хотя все равно это редкость, да, когда все, допустим, сестры брать интересуются одним видом спорта. Конечно. Как вообще вот их заинтересовать? Ну, заинтересовать... Сабвезенок должен заинтересовать. Ну, у вас есть такая специальная методика? Естественно, естественно. Когда они приходят... Как вы мотивируете их? Когда они приходят, совсем малыши, первый раз, естественно, как бы мы сразу прям им ракетку даем. Мы вначале учим их правильно бегать, выполнять упражнения какие-то, вот там, видите, перед тренировкой идет непосредственно эту. Разминка у них, все. Игровая, все. Потом уже потихонечку, потихонечку, даже вот начиная со стеночки, все потихонечку, все уже. Ребенок, я говорю, если начинает у него включаться, все потом. Ну, там, наверное, они, конечно, видят уже, как другие занимаются, как играют, и сама игра их, начиная заинтересовываться. Конечно, конечно, естественно. Мы даже говорим, чтобы они по телевизору теннис смотрели, который, чтобы вот матч. Естественно, они вот у нас сейчас старшие, сейчас вы увидите. Естественно, малыши на них смотрят, конечно, и все точно так же хочется. Какие вообще упражнения нужно проделать, чтобы рука не уставала? Давайте, давайте мы вместе с ней выполним. Вот такие упражнения, да? Пачков, оп, ловите. Ой-ой-ой, такой тяжелый. Как смогла кидать? Да, если я уроню, конечно, будет стыдно. Маляка, скажи, а вот теннис больше подходит... Ой, осторожно! Мяч больше подходит для девушек или все-таки для парней? Каждый вид спорта подходит к каждому человеку. Как он может подойти, как и мальчику, как и девочке. Вид спорта, теннис, это беговой и очень естественный вид спорта. Он развивается. А дышите, после тренировки, наверное, сложно говорить. Да. Он как подходит и мальчикам, и девочкам, очень развивает теннис. Какие качества в человеке развивает теннис? Ну, как дыхательный и даже беговый как-то более симулирует и точность развивает. Ты становишься сильнее, чем более твои сверстники, и как-то быстрее намного уже отразается наш вид в школе. Если ты называешь любимый спортом, это где-то же отражается. И так же у меня оно отразилось как-то и в силе, и в беговых занятиях. Ну, в беговых занятиях где-то уже я стала более сильнее, чем в своей сверстнике. Я была раньше так, ну, не очень-то ленивой. Ленчайкой. Да. Ну, сейчас я стала заниматься, мне как-то стало подвижное, более интересное, мне стало. Ну, наверное, даже вы сейчас не так сильно утомляетесь, как раньше, да? Да. Я стала более пораньше просыпаться. Я сейчас не так сплю. Это как просыпаешь, ты понимаешь, что тебе надо идти на тренировку, надо встать пораньше, чтобы не пропустить, а то пропустишь. И как тренировка, если ты пропустишь неделю, это как же пропустишь целый месяц, потому что неохота отступать, чтобы поиграть. Олег, а только что мы вот наблюдали, да, за вашей игрой. И, конечно, я хочу немного с вами поиграть. Ну, давайте. Если согласитесь. Неправильно. Что держу? А, ракетка. Ракетку надо вот так держать. Чтобы вот эти грани были, да, вот так. И кистью плавно. Плавно? Да. Сейчас покажу. Альбек, скажи, а ты в тренажер, да можешь попасть? Ну, вы что, смеетесь? Легко. Роман, большим теннисом ты увлекаешься, да, занимаешься, ходишь на большой теннис всего полтора года, но при этом ты уже являешься чемпионом области. Поделись секретами вообще, как вот стать чемпионом? Надо усердно трудиться. В теннисе помогает бег, выносливость и сила удара. Самое важное, сто процентов, это подача. Остальное это удар справа, удар слева. У тебя все хорошо получается, да? Либо есть еще к чему стремиться, над чем работать? Есть к чему стремиться. Удару слева. У меня не такое важное, как удар справа и подача. Все, получается, вы все свое свободное время, да, посвящаете вот тренировкам, именно большому теннису. Это можно сказать, наверное, что для вас не просто хобби там или какое-то простое увлечение, это часть вашей жизни, да? Это действительно является частью моей жизни. Чье мнение для вас важно? Ну, важно мнение тренера, о игроке. Ну, еще важно мнение родителей, если они не будут поддерживать, если они не будут поддерживать, вот, твое хобби, тогда уже лучше не заниматься. И при этом надо не бросать учебу. И без учебы это как план был. Получается, ваши родители вас поддерживают, да, всегда? Ваших начинаниях? Да, в большинстве. Это они привели вас вот на этот вид спорта? Меня привел дед, меня на этот вид спорта привел дедушка. Почему он захотел именно, чтобы вы вот теннисом увлекались? Он раньше, он тоже увлекается теннисом, увлекался. Руан, у вас много соперников? Кого бы вы хотели победить? Ну, по нашей области, да, если говорить. По нашей области? Из детей я никого не хочу победить, я всех выигрываю, но я стремлюсь, у меня тренер есть, Василий Николаевич. Превзойти его хотите? Тренера? Да. Превзойти тренер, но я ему проигрываю 6-1. Есть ли у вас свой мяч, там, или своя ракетка, например, которая является для вас талисманом, да, с которой вам везет всегда? Это ваша собственная ракетка, да? Да, это моя собственная ракетка. Но я раньше играл в старые, она мне больше принесла победу. С этой, пока я не играл на турнирах, это новая, была таэропорта. Ну, мне кажется, это самая надежная ракетка. Центр тяжести очень хороший. Что вас вдохновляет на турнирах? Что вас мотивирует, стимулирует, так скажем, на победу? Меня стимулируют болельщики. Ну, когда много болельщиков, ты стараешься, тебе приятно, что на тебя люди смотрят, ну, что на красивую игру уже понятно, что они не так просто пришли. То есть будет очень много болельщиков, которые будут кричать «Рауан, вперед!». А как, кстати, у вас вообще болельщики как кричат? Какие слова говорят, которые вас тоже мотивируют? Ну, вообще, мы на турнир ездим, я, со мной всегда болельщики, ну, смотрят мою игру, меня называли, ну, есть такой игрок «Раунич». Ага. «Раунич». Вот у него тоже сильная подача, удар справа сильный. Вот меня называют только не «Раунич», а «Раунич». Здорово. Видите, не просто так болельщики вот вам такое прозвище выбрали. Значит, вы действительно достойны. Всего вам самого наилучшего. Спасибо большое. Кроссовки, юбочка, маечка или футболка, хвостик. Именно так выглядит образ теннисистки. При этом они должны соблюдать все нормы и правила в одежде, как нам уже говорили тренера. От этого также зависит их удача в победе. Продолжение следует... Падминтон очень схож с теннисом, но вместе с тем существует ряд отличий. Вы, наверное, заметили, что здесь размер ракетки совсем другой. Вместо мяча здесь используют валан или, мягко говоря, валанчик. Также обратите внимание, что сетки здесь совсем другие. Размеры площадок также намного отличаются от теннисного корта, в котором мы недавно побывали. Другие здесь и правила игры, о которых мы также узнаем сегодня. Давайте для начала побеседуем с тренером и узнаем, как у нас вообще развивается данный вид спорта в нашей области. Скажите, пожалуйста, сколько лет уже бадминтон развивается в нашей области? Так, ну, получается, седьмой год развивается. Именно этот центр, например, функционирует с 12-го года. И областной детской спортивной юридической школы. В этом центре занимаются на данный момент около 110 человек. 110 детей, мальчиков и девочек, в области 6 до 10 лет. Нет, вообще с 6 до 10 набора. Но у нас уже ребята у нас две, если доходим, у нас уже участники чемпионатов. Чем еще отличается данный вид спорта от тенниса? Мы уже говорили, да, вот отметили, что здесь используется валан, сетка другая. Разные правила, допустим, относительно, ну и, конечно, это, можно отметить, как самый низкий травматический вид спорта, потому что, как бы, это и не контактный вид спорта. И он отвечает своей вот низкой травматичностью. Потом у него, конечно, нужно хорошую подготовку физическую, быструю реакцию. Ну вот, познакомьтесь, это наши, на данный момент, да, ребята, которые являются членами сборной нашей области, которые защищают, выезжают неоднократно на чемпионаты нашей области, на различные турниры. Вот, дальше. На каких турнирах вы уже были? Расскажите, где вы уже принимали участие? После первых соревнований в Уральске, когда те дети, которые взяли место, поехали на сборы в Казань. После Казани поехали на соревнования в Костанае, это была республика и так далее. Чем вам нравится вот данный вид спорта? Ну, тем, что она, этот бальмитон вырабатывает ловкость и силу. А в чем тогда сложность? Там что заключается? Ну, сложность приема. Скажите, а вы играете как вот девочка с девочкой или с мальчишками тоже играете? Ну, с мальчишками, с девочкой. Пара есть, ник, одиночка. А какие вообще вы цели перед собой ставите? Стать чемпионом. Международного, да? Да. Ага. Что вы для этого делаете, чтобы вот стать чемпионом? Тренируемся. Тренируемся. Ну, покажите нам, чему вы научились. Сыграйте вот втроем, да? Мне сегодня тут сказали, что как и у тенниса, вот различаются же мячики, допустим, несколько видов бывает, да? В зависимости от уровня. Валан тоже бывает, да? Да, да, да. Несколько видов, вот расскажите об этом. Это перевой, он профессиональный валан. Это синтетический, то есть он более такой тренировочный. То есть перевой валан состоит из 16 перьев. Угу. Здесь 16, да? Да, и 16 перьев, именно гусины какие-то выбирают. То есть смысл того, что у них разный полет. То есть пластик летит, то есть он летит, можно сказать, продолжается, а этот в конце затормаживает и падает. Угу. То есть смысл в этом. То есть чуть-чуть совсем другие различия там скорости, полета. Это уже на турнирах, да, используют перевой? Да, это на турнирах. А вот цвета, нам тоже сказали, что бывают разные. Цвета, да, да. Зеленый, то есть зеленый, красный, синий, то есть это различие. То есть это все зависит тоже от погодных условий, можно сказать, как в Алма-Ате, там, горы, вот это все зависит от климата. Атмосферное давление влияет на пробку валана, то есть на крышку. То есть от этого зависит сам полет. То есть красный, это слишком быстро, то есть он быстро взлетает. Зеленый, он средний, синий, медленный. Угу. Ну, в нашей области у нас здесь зеленый цвет, да? Да, да, да. То есть у нас в Алма-Ате, то есть вот этот валанчик будет летать еще быстрее. То есть наши спортсмены, когда ездили в Алма-Ату на кубок по взрослым, они не понимали, что происходит. То есть они, кажется, легонько дотрагиваются до валана, а он летает вал. То есть, ну, тут много чего зависит тоже, почему и заранее приезжают, чтобы тренироваться. Угу. А вот скорость полета валана какая? Скорость полета валана в этом году установил здание. Здание, он ударил 459 километров в час. Угу. То есть, ну, это самый быстрый, как можно, снаряд из всех, либо скорость. Угу. То есть подачу мы подаем вот так. Возьмите руку. Нет. Палец ставьте вот сюда. Нет-нет. Вот сюда. И валанчик держите вот здесь. Вот так. Нет-нет. Вот так. Перед собой. Вот так? Вот так, да-да-да. Попробуйте. Вот, только ближе к сетке. Подача у нас не идет не в задней линии, а мы подачку. А, ну, легко-то, да. Ну, это кажется. Ну, вот так я должна была его поймать. Интересно. Шагом вперед стал, это не шаг в правом. Ладиза, скажи, а ты уже давно играешь в бадминтон? Да. Как ты узнала вообще об этом виде в спорте? Ну, когда вообще играли, я вот немножко пыталась тоже так играть. Вот когда я первым... Мне мама сказала, ты хочешь бадминтон играть? Я сказала, да. Потом мне мама записала. Потом, когда... Потом, когда я пришла, мне понравилось... У тебя уже своя ракетка, да? Да. Это мне подружка подарила, но она не ходит. Она ходила, но она... Сейчас не ходит, да? Да. И она вот тебе подарила, чтобы ты продолжила, да? Да. Заниматься, наверное. Какие... Как что она тебе пожелала, когда вот дарила тебе ракетку? Что она тебе пожелала? Она сказала, чтобы ты хорошо занималась, не опаздывала всегда. Ну, я бы выиграла побольше, да, с турнира, наверное, сказала. Я всегда занималась. Бадминтон в нашей области развивается значительно хорошо, на высоком уровне, можем даже так сказать. Так как в 2015 году впервые в Казахстане, именно в городе Уральске, прошел чемпионат по бадминтону, где приняли участие спортсмены из 16 стран мира. Надеемся, что в будущем наши спортсмены завоюют как можно больше наград, призовые места в том числе, и покажут, что в Уральске действительно бадминтон развивается очень даже хорошо, уважаемые телезрители. А на этом мы с вами прощаемся, увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok